МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водная арена одного из ульяновских спортивных комплекса «Второй дом для героини» нашего сегодняшнего выпуска. 66-летняя Ирина Владимировна – тренер по плаванию. Она воспитывает сборную Ульяновского технического университета и там же является доцентром кафедры физического воспитания. Но год назад женщина могла навсегда лишиться работы и дела всей ее жизни. Она попала под колеса автомобиля. В результате серьезная травма головы и позвоночника. Местные специалисты своевременно оказали медицинскую помощь. И казалось, что все позади. Ну, я, естественно, лечила голову. Пока голову лечили, очень сильные боли возникли в области крестцово-поясничных позвонков. Естественно, представители травмпункта направили меня по этому вопросу, по месту жительства. Потому что голова быстренько стала подживать. Ну, по месту жительства мне помощи никакой не оказали. Я не хочу этот момент вспоминать однозначно. Я попала в больницу на Корюкино. Там меня осмотрел травматолог, который очень быстро понял, что там не все в порядке, сделала в двух проекциях снимки позвоночника. И попала в руки нейрохирурга Александра Николаевича Елистратова, который сразу сказал, что из положительного, что пришла сама на своих ногах, а все остальное отрицательно. Александр Елистратов Александр Елистратов работает в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи уже больше 7 лет. А общество шаработы врачом-нейрохирургом достигает почти 20 лет. За его карьеру он спас не один десяток жизней. Поставил он на ноги и нашу героиню. Александр Николаевич, у меня традиционный вопрос ко всем. Насколько тяжелая была травма у пациентки, о которой мы ведем речь? Пациентка обратилась к нам в приемное отделение, где в результате обследования была диагностирована травма поясничного отдела позвоночника, которая без своевременной адекватного лечения могла привести достаточно серьезные последствия. Как правило, если такие пациенты остаются без наблюдения, без лечения, то в большинстве процентов случаев это приводит как минимум к нарушению опорно-динамической функции позвоночника, которая выражается в болевом синдроме, нарушение функции ходьбы, ну и более уже глубокая патология, это нарушение функции спинно-мозговой функции, уже порезы, параличи, нарушение функции ходьбы, и когда человек уже не может самостоятельно передвигаться. Операция, которую пережила наша героиня, как называют сами врачи, некий золотой стандарт оказания помощи пациентам с подобными травмами, как в нашей стране, так и в больницах Европы и США. В БСМП таким методом хирургического вмешательства специалиста владели с конца 2010 года. Суть операции заключается в том, что мы стабилизируем позвоночно-двигательные сегменты, то есть конкретно в данном случае мы имеем два поврежденных позвонка, то есть два перелома, соответственно, конструкции устанавливаются в вышележащий позвонок, ввечиваются так называемые трансподикулярные винты, то есть они проходят через дужки, через корни дуб, мы их вводим через дужки тел позвонков, непосредственно в тело позвонка, вот два винта, это в вышележащие и в нижележащие, в здоровые позвонки, и потом между ними собирается конструкция, которая лежит вдоль позвоночника, она фиксируется, ну, она в виде балок, скажем так, титановых, вот, фиксируется потом это все, это дает возможность в более ранние сроки активизировать пациента. Ирина Владимировна встала на пятый день после операции, на седьмой начала двигаться. В течение последующих двух недель длилась реабилитация. Теперь на протяжении нескольких лет, через каждые три месяца, женщина должна будет ложиться в больницу, но уже для профилактики. Врача я во всем слушалась, и я хочу сказать, что вот отношение его, это не только в отношении меня, там вообще практически вся палата, и даже те больные и пациенты, которые имели отношение к другим врачам в большей степени, они пытались получить какую-то консультацию у Александра Николаевича, и он, ну, вот слова нет, я в восхищении. Я не то, что по-человечески спасибо говорила, я и приобняла Александра Николаевича, и сказала, что вот вы понимаете, почему я с самого начала как-то, я сразу, у меня слезы потекли, когда он мне стал рассказывать всю ситуацию, но он мне рассказывает, а я-то представляю, что из себя представляют позвонки, и чем мне это грозит, и для меня-то это вот просто в тот момент было катастрофично. Я не представляла, как можно, как я вернусь или не вернусь к нормальной жизнедеятельности. Волевой характер, поддержка близких, любимых учеников помогли нашей героине преодолеть трудный период жизни и вернуться спустя пять месяцев после печального события к учебной и тренерской деятельности. В полном объеме я не вернусь к такой активной жизнедеятельности, но тем не менее меня радует то, что вот я вышла на работу 18 апреля, вышла на работу, я первые дни, конечно, с боязнью, ну, естественно, в корсете практически до начала июня я ходила. Сейчас я уже тоже, как мне было рекомендовано, отказалась от корсета и уже надеваю его только в тех случаях, когда предстоит какая-то работа по движению, активная, вот так. Ежегодно в нейрохирургическое отделение больницы поступает 6,5 тысяч пациентов. Диагнозы у них различные, начиная от обычных ушибов и ссадин, заканчивая тяжелыми формами черепно-мозговой травмы, но, как неоднократно говорили сами герои нашей передачи, нужно довериться врачам и работать над своим же спасением сообща.